Настоятель Свято-Троицкого храма Мирного, отец Владимир, о собственном интернет-ресурсе мечтал давно. Он уверен, у церкви, история которой насчитывает уже две тысячи лет, есть ответы на все вопросы и до ныне, и еще до нашего рождения. Каждый человек имеет право пользоваться этой сокровищницей бесценных знаний, теперь и в интернете. Дело в том, что все современные технологии, в частности интернет, это некий источник информации. Точно так же, как книга, точно так же, как телевизор. Можно прочитать полезную книгу, а можно взять и прочитать книгу, которая из жанра перед прочтением сжечь. То же самое и интернет. Можно зайти на те сайты, которые просто могут покалечить душу человека, а можно зайти на те сайты для того, чтобы подчеркнуть определенную важную, интересную информацию. Интернет – это довольно очень серьезное пространство в современном мире. И присутствие церкви в этом пространстве, оно, естественно, крайне необходимо для того, чтобы была какая-то альтернатива каким-то определенным идеям, которые разрушают человеческую жизнь. Православная церковь уже давно использует возможности интернета. Однако сайты многих приходов функционируют весьма формально. Отец Владимир намерен вдохнуть в собственный проект настоящую жизнь. Кроме новостных рубрик, фотогалереи и православного календаря, здесь открыт форум и специальная рубрика «За советом к батюшке». Основная задача, основная идея, как это видел я для нашего сайта, вот это, в первую очередь, общение. Вот мне хотелось бы, чтобы на базе нашего сайта появилась некая дискуссионная площадка, где мог соприкоснуться церковный и светский мир. Вот та площадка, где была бы возможность у людей, ну может не совсем церковных, у людей, может даже вне церковных, но интересующихся вопросами человеческого бытия, вопросами добра и зла, жизни и смерти, вот чтобы у этих людей была возможность зайти на сайт, пообщаться, во-первых, между собой, а во-вторых, задать вопрос священнику. Пока на сайте Свято-Троицкого прихода лишь шесть зарегистрированных пользователей, а роль модератора выполняет сам батюшка. Но это только начало. Отец Владимир верит, что со временем ресурс станет популярным. И не столько среди прихожан, сколько среди светской публики, которая задумывается о вопросах добра и зла, но по разным причинам не может прийти в церковь. Именно для таких людей он готов всегда находиться в режиме онлайн. У человека есть вопросы, и он хотел бы услышать ответы на эти вопросы, но элементарно даже побоится зайти в храм и побоится подойти к священнику, задать этот вопрос. А может у священника просто то какие-то мероприятия, то служба в этот момент идет, и просто физически он не сможет поговорить. Ну а вечером, наверное, у каждого священника, в том числе и у меня, часов в 12 ночи, порой до часа, есть время зайти в интернет, спокойно почитать вопросы, которые задали, ответить на эти вопросы. Мирный дефис храм.ру – простой адрес, который, конечно, не заменит похода в церковь, но все же сделает ее ближе. Но, к сожалению, это пласкуль...